Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня наш гость – молодой поэт, врач Артем Прошин. Артем стал лауреатом конкурса «Первая роса». Мы, члены жюри конкурса, открыли для себя нового поэта. Ведь, как писал Борис Пастернак, талант – единственная новость, которая всегда нова. Рада познакомить вас, дорогие зрители, с молодым автором. Итак, слово Артему Прошин. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Прошин Артем. По профессии я врач-невролог. Работаю в детской городской клинической больнице города Ульяновска в должности заведующего отделением психоневрологического отделения. Так вышло, что с детства я увлекаюсь поэзией, и она в моей жизни появилась намного раньше, чем медицина. И сегодня хотелось бы прочитать несколько стихотворений. Еще о себе могу сказать, что стихи я начал писать с семи лет. Специально никто любовь к поэзии мне не прививал. Любовь к поэзии и к поэтическому творчеству во мне сформировалась, как мне кажется, естественным образом, само собой. И в течение всей жизни можно сказать, что я так или иначе занимаюсь поэзией. Раньше я никогда не афишировал свое творчество, делился им только с самыми близкими людьми, с друзьями, родственниками. Но в какой-то момент те же самые друзья и родственники сказали, что Артем, наверное, нужно своим творчеством делиться. И первым моим шагом было участие в конкурсе «Первая роса». Ну и так оказалось, что я занял первое место. Мне было очень приятно и неожиданно. После этого мне предложили принять участие в конкурсе «Волжский благовест», в котором я также с удовольствием принял участие. Тоже высоко мое творчество было оценено. Ну и несколько стихотворений. Стихи были написаны в разные периоды жизни. Сейчас прозвучат и ранние, и юношские стихи, и, может быть, более зрелые. Первое стихотворение не имеет названия. Стихи об одиночестве. В одиночестве тесно, как в запертой комнате. Лишь от сгорбленной лампы исходит тепло. За окном в темноте, как в обманчивом омуте, Проплывают фантазии, бьются в стекло. Я пишу о тебе. Вот я вижу серьезное. Ты идешь по аллее рифмованных строк. Над тобой небеса иллюзорные, звездные. Написал сумасшедший художник Ван Гог. Вдруг настольная лампа звездою горящая Захотела на небо залезть по плющу. Ты идешь по аллее стихов настоящие, Чтобы увидеть, как я их тебе посвящу. Следующее стихотворение называется «Любимцы застывших минут». Наш маленький мир, в котором мы только вдвоем, Еще не окреп, еще не раскрылся бутон. Но, глядя на нас, танцует гармония в нем, И каждую ночь восходит на мраморный трон. Там ветер скользит по ярким ресницам цветов, Целует листву магнолий и трепетных пальм. Там дымчатый барс служить нам с тобой готов, И льется мускат в изменчивый горный хрусталь. Блестящий песок в старинных песочных часах Замедлил свой бег, давая возможность узнать Секреты любви, летящие на всех парусах, Как белый фрегат над бездной холодного сна. Рапсодия волн, сиреневые облака, А на облаках жемчужный ангел ждут, Когда мы заснем, чтоб снова носить на руках Тебя и меня, любимц застывших минут. Следующее стихотворение Продолжает тему любви, Но любовь, к сожалению, не всегда заканчивается радостно, Бывает расставание, И следующее стихотворение как раз на эту тему. Мы держались с ней за руки, Я умирал, отправляясь блуждать по своим сновидениям, Превращался в безоблачный тихий хорал, Прикасался к рассветам, закатам, затмениям. Мы держались с ней за руки, В этих глазах обретали единство, добро и жестокость, И казалось, волшебный лес дымом пропах, И казалось, что ангел срывается в пропасть. Мы держались с ней за руки в прежние дни, Но мечтали все время о разных высотах. Что сегодня осталось? О небо, взгляни! Два скрипичных ключа в ненаписанных нотах. Следующее стихотворение, по сути, является балладой. Называется оно «Сарабанда». «Сарабанда» — это старинный испанский танец, но танец траурный, в общем-то. И такое вот стихотворение. Кстати, наверное, нужно сказать о том, что написано оно под впечатлением от произведения Генделя «Сарабанда». Как-то однажды я его услышал, очень сильное впечатление оно мне произвело. В рощу полночно печально, За светлячками с китайцами Я поспешил очарованной музыкой странной, Нежно лаская хрустальную лютню крылатыми пальцами, Старый каштан «Сарабанду» играл неустанно. Не нарушая гармонии этой фантазии траурной, Я осторожно прилег на уснувшей травы. Звуки метались в агонии, Воздух наполнен был аурой грусти, Упавшей с вершины четвертой октавы. А светлячки золотистые в танце Кружились размеренным, Словно бесплотные жители мира усопших. Вспыхнув, танцоры лучистые Таялись с видом растерянным И становились пыльцой на цветах расторопши. Травы, кого провожаете? Знал ли я путника этого? Кем он был, слабым невольником или тираном? Духи, кого вы встречаете? Воина в гимнах воспетого? Или того, кто уснул на траве под каштаном? Следующее стихотворение Это как раз одно из тех, Которые я отправлял на конкурс Волжский благовест. Наверное, в этом стихотворении В моем творчестве впервые Звучит тема Бога, Тема веры. Называется оно Мой стихотворный эскиз Там свечи церковные В каждом окне А чувство любви Драгоценней жемчужин Уставшего путника Дом ждет ужин И люди летают во сне Следующее стихотворение Следующее стихотворение Я посвятил Моим двоюродным Брату и сестре Брат зовут Алеша А сестру Аня В общем-то и сейчас Я им же и посвящаю Вот это стихотворение Сейчас, конечно, уже они не дети Они достаточно взрослые Скажем так, подросткового возраста Но тем не менее Мое доброе чувство к ним сохраняется Стихотворение называется «Сахарный ангел» Маленький ангел Порхал над домами Снился младенцу И дремлющей маме Ночью рождественской Звезды горели Ангелы пели Качнув колыбели Ласково детям на ушко шептали Добрые сказки Про дальние дали Сказку закончив Дарили игрушку Клали тихонько Ее под подушку И влетали в небесные страны Чтобы догнать облаков Караваны Белые перья свои оставляли На подоконнике На одеяле Ночь посыпала И сахарной пудрой И превращала в печенье Под утро Сахарный ангел Порхал над домами Снился Алеша И маленькой Ане Следующее стихотворение Короткое Вот, но Мне оно Кажется важным И значимым В моем творчестве Звезды Замочные скважины В тверде небесной Через которые Видно сияние рая Люди Печальные пленники Жизни телесной Ищут ключи Что врата в небеса Отпирают Каждому пленнику Собственный путь Уготован Собственный ключ На другие ключи Не похожий Каждый из нас Не цепями Но страхами скован Наши ключи За пределами Страха и дрожи Еще хотелось бы Прочитать стихотворение Которое называется Пламенный Написано оно Под впечатлением От жития Серафима Саровского Это Очень значимо Для меня Святой И наверное Вообще Мои отношения С церковью Ну не могу сказать Что приход В церковь Тогда еще Это не было Не было приходом К вере И приходом в церковь Но первое Знакомство Скажем так С православной С православием С православной Церковью Это знакомство Началось Именно с жития Серафима Саровского И вот Мои впечатления В общем-то Стихотворение Называется Пламенный Обретем ли мы Силу И твердую веру В разуме Расскажи нам Что видишь Во снах Седовласый Отшельник Ты враг Люцифера Обреченный На святость Великий монах Помолись Преподобный За нас Окаянных Мы давно Разучились Бороться С собой Помолись За несчастных Жестоких И пьяных Чтоб душа Перестала Быть плоти Рабой Чтоб Открылся Ей мир Несказанно Прекрасный Чтоб Она воцарилась Над страстью Земной Озари Нас Отшельник Улыбкой Ясной Дай укрыться От зла За твоей Спиной Подари Нам свое Откровенное Слово От которого Слезы Наполнят Глаза И взгляни Напоследок Сурово Сурово Чтоб Запомнили Все Что ты Нам Рассказал Хотел бы Прочитать Еще одно Стихотворение Которое Называется Река Твоей Души Я Боль Твою Понять Смогу Не бойся Расскажи Я Жду Тебя На берегу Реки Твоей Души Скажи Что Прячешь В глубине Тревожных Бурных Вод Мечты О райской Тишине Или Страхов Хоровод Позволь Мне руку Взять Твою Спасти Тебя Дай Шанс Позволь Подобно Соловью Пропеть Тебе Романс На свете Нет Такого Зла Об этом Помни Впредь Которого Бы Не Могла Любовь Преодолеть Как я Уже Сказал Стихи Я начал Писать В 7 Лет В первом Классе У меня Была Соседка Папарти Звали Ее Свет Васильева И Она Однажды Принесла Цитрадочку Со Своими Стихами То есть В первом Классе В 7 Лет Она Уже Писала Стихи У нее Достаточно Такая Толстая Страдочка Была И Когда я Прочитал Я Был Очень Удивлен Поражен Но У меня Почему-то Возникла Такая Идея Что Да Ну Я Тоже Так Могу И Как-то Начал Писать И В общем-то Вот С тех Пор У меня Это Дело Пошло А Еще Раньше Почему Я решил Что Я тоже Так Могу Еще Раньше Еще До Школы Мне Нравилось Придумывать Такие Словесные Комбинации Ну Я думаю Многие Дети Так Делают Какие-то Скороговорки Какие-то Словесные Конструкции Придумывают Проговаривают Декламируют Такие Ритмические Структуры Создают Ну У кого-то Это Видимо Проходит У меня Вот Любовь К комбинированию Слов Причем Слов и реально Существующих И слов Выдуманных Каких-то У меня Эта любовь Сохранилась До сих пор Вот И в общем-то Но первое Какое-то Серьезное Стихотворение Которое Можно Назвать Действительное Стихотворение Я вот Написал В первом Классе Под впечатлением От моей Соседки Папарте Вот Но потом Это все Стихло Скажем так И уже Более-менее Сознательное Творчество Началось С подросткового Возрасте Когда начались Уже взрослые Переживания Какие-то Проблемы Может быть Волнение Вот Я Писал Нерегулярно То есть Были периоды Когда я писал Очень Плотный График Скажем так Был Очень Плодотворные Периоды Были Были периоды Когда я вообще Ничего не писал Вот совершенно То есть Были периоды Когда я Несколько лет Даже лет Лет 5 Например Я вообще Не написал Ни одного Стихотворения Вот Это циклично Происходило Ну в моей жизни По крайней мере Происходило Циклично То есть Период Когда я пишу И период Я вообще Не пишу Потом опять Интерес Опять появляется Может быть Это нормально Может быть Так и должно быть То есть Появляются Какие-то новые Впечатления Новые темы Появляется Жизненный Опыт И в какой-то Момент Появляется Желание Потребность Именно Писать стихи Мне кажется Так То есть Для меня Это Даже не хобби Для меня Это Наверное Как образ Жизни Который С детства Существует В моей жизни То есть Поэзия Она с детства В моей жизни И Мои стихи По сути Являются Дневником То есть Есть люди Которые пишут Дневники Отражая в них Знаковые События В своей жизни Для меня Таким дневником Являются Мои стихи И в общем-то Если подряд Их читать Можно проследить Что происходило Как происходило Что я при этом Чувствовал И так далее Конечно Делиться Такими Сокровенными Мыслями Непросто Наверное Поэтому я Только сейчас Начал это делать Некоторые события В жизни были Очень Непростые Скажем так А сейчас Я эмоционально От них уже Отдалился Прошло Достаточно Много времени И я могу Уже Свободно Читать Некоторые Вот из этих Стихотворений Могу Несколько слов Сказать О любимых Поэтах Одним Из Первых Моих Любимых Поэтов Был Николай Гумилев Многие Его считают Переоцененным Поэтом Кто-то Его считает Недооцененным Поэтом Но Кто-то Его считает Исключительно Поэтом Для Юношества Что Вот Есть такое Мнение Что у него Стихи Незрелые Что они Слишком наивные Что там Много Слишком много Пафоса Романтики И так далее Но мне вот Как раз Все это И нравится В его стихах Мне кажется Замечательно Очень яркие Образы Очень такие Стихи Эмоционально Наполненные Наполненные Есть и элемент Сказочности Какой-то Фантастичности Вот В общем Поэт Один из знаковых Поэтов В моей жизни Вторым Поэтом Который Очень важен Для меня Является Борис Пастернак Причем Именно Его Позднее Творчество Ранние Стихи У него Достаточно Сложны Для восприятия На мой взгляд Много Авангарда Новаторства Скажем так А поздние стихи В поздние годы Своей жизни Он пришел К классической Русской Поэзии И На мой взгляд Или не только На мой взгляд Это конечно Шедевры Шедевры Русской Классической Поэзии Так Ну и Иосиф Бродский Тоже Очень Мне нравится Может быть Не все Не все Не все Его творчество Но Эта фигура На мой взгляд Очень знаковая Вообще Для русской Поэзии Для русской Словесности Хотелось бы Несколько слов Сказать О своем Участии В конкурсе Волжский Благовест Конкурс На мой взгляд Очень важный Потому что Сейчас время Очень непростое И На мой взгляд Необходимо Возвращаться К нашим Корням А корнями Нашими По сути Является Православное Христианство В первую очередь Ну с моей Точке зрения И конечно Нам нужно Искать пути К Православию Прививать Интерес Любовь К классической Русской Литературе Уважаемый Жюри Отметило одно Из моих Стихотворений Которое Называется Мария И его Хотел бы я Сейчас прочитать Стихотворение Написано По мотивам Жития Преподобной Марии Египетской Мария Забыв родных Из дома Ты сбежала И смыслом Новой жизни Стал разврат Слепая страсть Вонзила В сердце Жала И повела К порогу Адских Врат Блуждала Ты в порту Александрии В своих Объятиях Юношей Губя И знали Все Что проклята Мария И ужасались Глядя на тебя Семнадцать лет Гноилась В сердце Рана Огонь Греха Сжигал Тебя Дотла Рыдает И пришла К воротам Храма Тебя Там Богородица Ждала Иди За Иордан Найдешь Спасение Раздался Звучный Голос В облаках И ты Пройдя Долину Смертной Тени Пошла Долиной Солнца И песка Вставали В памяти Грехи И скандалы Вино И песни Дом В Египте Нил Терзали Душу Страсти Как шакалы Но Бог Свою Избранницу Хранил Семнадцать лет Ты каялась В пустыне Не смея К небесам Поднять лица Все время Помни Об отце И сыне И духе Исходящем От отца Блудницу Целовавшую Распятья Христос Что умер В муках И воскрес Преобразил Наполнив Благодатью И озарился Достигнув Первозданной Чистоты Прощальное Своё Писало Слово И будущее Прозревало Ты Ты видела Как посреди Пустыни Где будет Дожидаться Кроткий Лев Святой Зосима Прочитает Имя Твое На солнце Выжженной Земле И в заключении Хотелось бы Прочитать Одно Стихотворение Которое Написано В форме Диалога Что ты видишь Во мне Предсказание Планет На скрижалях Ночных Небес И морозную Даль Где унылый Февраль Под снегами Хоронит Лес Что ещё Расскажи Очертание Души Заблудившееся В том лесу И забвенье На миг И отчаяние Крик И упавшую В снег Слезу Продолжай Не молчи Свет Я вижу В ночи Свет Печальных Но милых Глаз Завершение Зимы Отступление Тьмы И удачу Что ищет Нас Я вам тоже желаю Удачи Крепкого здоровья И счастья Всего самого Наилучшего Спасибо Мы благодарим Артёма Прошина За участие В нашей программе И Хочется Добавить Что В журнале Симбирск Номер 3 Вы можете Прочесть Стихи Молодого Автора А мне В свою очередь Хочется Завершить Нашу встречу Стихами Артёма Прошина Звёзды Замочные Скважины В тверде Небесной Через которые Видно Сияние Рая Люди Печальные Пленники Жизни телесной Ищут Ключи Что врата В небеса Отпирают Каждому Пленнику Собственный Путь Уготован Собственный Ключ На другие Ключи Не похожий Каждый Из нас Не цепями Но страхами Скован Наши Ключи За пределами Страха И Дрожи Дорогие друзья Мы рады Познакомить вас С молодым Талантом Читайте Журнал Симбирск Всем вам Добра Радости Благополучия Редактор субтитров